У каждого музыкального направления есть флагманы, коллективы или музыканты, которые в первую очередь ассоциируются с тем или иным течением. Ну, например, говоришь российский панк-рок и сразу думаешь о тараканах. Вот и раскрыта интрига. Здравствуйте! Сегодня герой программы «Проездом» лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин. Дмитрий Спирин родился в 1975 году в Москве. Рок-музыкой увлекся в 12 лет. После окончания школы учился в Московском техникуме космического приборостроения. С 1991 года он бас-гитарист группы «Кутузовский проспект», позже переименованный в «Четыре таракана», а затем и в «Тараканы». Также Дмитрий успел побывать участником коллектива «Ракеты из России», стал основателем панк-рок-группы «Приключения Электроников». Дмитрий не только рок-музыкант, он диджей, телерадиоведущий, журналист. На его счету несколько ролей в кино и сериалах. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Очень рады видеть вас в нашей студии. Большое спасибо. Значит, насколько я знаю, вы к нам из Ярославля, едете в Москву. До этого тоже был концерт. Что это? Мы просто играем на уикендах, уезжаем из собственного города, куда-нибудь неподалеку. Таким образом мы живем, когда мы не отправляемся в далекий тур, когда мы покидаем дом надолго. И от таких туров не устаете, да? От долгих или от коротких? Вот от таких вот, выходного дня. Нет, это и есть как бы наша жизнь обычная. То есть артист, он таким образом и живет. Все работают с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье отдыхают. Артист отдыхает с понедельника по четверг, а в пятницу и в субботу и воскресенье работает. Ну, наверное, все-таки отдыхает тоже. И отдыхает тоже, конечно. Работает с удовольствием как минимум. Да, у нас это, конечно, не работает, что и говорить. Вы знаете, я почему спросила? Вот такие туры выходного дня на этой неделе, на следующей. Это можно расценивать как тренировку, подготовку к глобальному туру, посвященному 25-летию? Нет, пожалуй, это разные вещи. Все-таки тренируемся мы к турам любой длины на репетиционной базе или на звукозаписывающей студии, когда мы воплощаем в реальность все наши идеи, все наши фантазии, все наши всякие фишки и так далее относительно того, каким будет концерт. А длится тур 2 или 3 дня, или 2 или 3 недели, или даже месяца. Это не столь принципиально, потому что здесь принцип-то один. Коллектив садится в транспортное средство со своим собственным аппаратом, с техническими людьми и передвигается из города в город. Другое дело, что, конечно, длительные туры – это совсем другая история относительно подготовки. Это намного более долгий период организации. Очень важно все планировать заранее. Мне очень важно понимать, каким маршрутом поедет коллектив, до какой степени в глубину России, на восток мы можем двигаться, например, на том же самом микроавтобусе, откуда начинать пересаживаться в самолеты и поезда и так далее. Я думаю, что армия фанатов-то рада такому большому туру. Конечно, естественно. И мы рады. Но почему? Давайте вначале поговорим о эмоциональной составляющей. Да, хорошо. То есть это возможность действительно отметить 25-летие? Во-первых, да. Во-вторых? Во-вторых, это возможность воспользоваться тем, что у нас есть такая круглая дата, которая… Круглые даты вообще нравятся людям, они их очень сильно впечатляют. И мы, например, собираемся выжить все до последней капли из этого самого четвертьвекового юбилея. Другими словами, зарядиться во все те регионы, страны и города, в которых нам в нашем вот этом вот 25-летней карьере просто не удавалось побывать. Или где мы были один раз 100 тысяч лет назад. Например, в России мы не были в большом количестве очень интересных регионов. К примеру, на Камчатке мы никогда не были вообще, мы никогда не были на Сахалине или где-нибудь в Якутии. А мы бы очень хотели. Вот. Также нам очень интересно, например, побывать в Грузии, Армении, Киргизии, Узбекистане, Молдове. Это то, о чем мы думаем относительно этого тура. И я надеюсь, что это то самое, что мы себе позволим сделать именно потому, что мы едем не в абы какой тур, а в тур, который посвящен 25-летию группы. А теперь нескромные вопросы, не очень высокие. Это выгодно материально-то? Или это в минус просто, чтобы отметить? Как, знаете, как день рождения отмечаешь, тратишься, но прежде всего для себя. Понятно. Нет, ну, любой тур, будь то приуроченный к выходу нового альбома или к очередному юбилею, или вообще тур без шапки, как бы, да, без какого-либо особого названия, это, конечно, единственный способ для артистов заработать денег на жизнь, потому что мы больше никак их не зарабатываем. Это наш единственный хлеб. И, естественно, чем звонче название тура, чем оно круче, привлекательнее, тем, наверное, он и в коммерческом смысле будет успешнее. Наверное, посмотрим. А если вы в Рязани выступаете до тура, посвященного юбилею, значит, в юбилей вы не попадаете в Рязань? Это логичный вопрос, но и так, наверное, было бы, например, с большим количеством городов в России, но боюсь, вернее, счастливы мы, наоборот, что с Рязани, скорее всего, такого не выйдет. И, наверное, как минимум весной уже 2016-го мы сюда приедем уже этим туром. Возвращаясь к тем концертам, в рамках которых мы сейчас находимся, это совсем другое. Мы играем сейчас особый концерт, особая концертная программа, которую мы придумали буквально полгода назад. Она называется «Солидный панк-рок для солидных господ». Это я придумал такую фразу, переиначив фразу Владлена Татарского. Из книжки «Generation P» Виктора Пелевина Владлен работал копирайтером и придумал рекламный слоган для Иисуса Христа. «Солидный господ для солидных господ». «Солидный панк-рок для солидных господ» — это большой акустический концерт, в рамках которого каждый из нас играет до кучи еще и на не совсем типичных для нас инструментах, таких как контрабас, банджо, клавишные инструменты, губная гармошка и так далее. У нас две шикарные бэк-вокалистки в декольтированных вечерних платьях на сцене, перкуссионисты. То есть это стоит отметить отдельно, да? Естественно, конечно, да. Ну, потому что мы сами как бы выглядим тоже нетипично на сцене. Мы одеты строго, я бы даже сказал, так немного, ну, в общем, строго, строго, изысканно. И музыкальная канва у нас соответствующая. Мы взяли и переделали все наши грохочущие, быстрые боевики в очень спокойные жанры. Это совсем другая звуковая эстетика. Это латиний джаз, это свинг, это региа. Короче, музыка такая очень аккуратная, воздушная, я бы даже сказал. Это для нас эксперимент, для зрителей нашей страны. Это тоже эксперимент, потому что, естественно, мы воспринимаемся очень многими людьми как группа с маргинальными корнями, как группа, которая, в общем-то, играет музыку громкую, агрессивную, динамичную и так далее. Ну, вот такую вот мы сделали программу, как бы, да, играем ее в городах, всем очень нравится. Вы знаете, думала я до интервью спрашивать или нет, а вот сейчас вот возьму и спрошу. Как раз навеяно вашими переменами в творчестве, да? Я как-то, ну, когда готовилась к интервью, я прочитала в одной из статей о вас, что вы женились, наконец. И вот комментарий там был забавный. Главное, чтобы он не начал писать баллады. Можно это связывать с какими-то переменами в вашей личной жизни? Настрой такой более мелодичный, спокойный? Ну, я всегда был очень человеком влюбчивым и всегда настроенным на то, чтобы время от времени позволять себе сентиментальные произведения. И по всей видимости, комментарий это оставил человек, который не очень в курсе, как бы, просто дискографии нашей. Но я его нисколько не виню, потому что все-таки группа, которая 25 лет существует, ей навряд ли имеет смысл требовать от случайных посетителей каких-нибудь там новостных форумов, где обычно публикуются новости о женитьбах, требовать знания репертуара. Поэтому в данном случае то, что я, наконец, оформил свои отношения с Таней, это абсолютно не означает, что я до этого 20 лет не общался с барышнями, даже совсем наоборот. Я с ними общался, как бы, вот, и очень активно. И, соответственно, песни на любые темы, касающиеся взаимоотношений полов, они у нас с самого-самого первого альбома имеются. Вы знаете, 25 лет, вот эта цифра нас преследует в течение разговора. И если провести несложные математические вычисления, получается, что группа-то появилась, когда вы были, ну, очень молодыми людьми. 16 лет мне было, да. Вот как тогда можно было понять, что, да, этим нужно заниматься, что это станет делом жизни? Или это просто так вот сложилось, а потом уже превратилось в то, что превратилось? Нет, это была мечта, просто детская, подростковая мечта быть рок-звездой и все. И просто поэтому мы этим занимались. Воплощали мечту жизни. И стали ей? Ну да. А нет какого-то такого вот, ну вот я добился, что дальше? Есть. И что дальше? Надо ей быть дальше, это все. Сложно быть рок-звездой? Нет, не сложно, очень легко и просто, и весело. Вы знаете, вообще панк, да, то, что такие какие-то ассоциации, да, не очень всегда приятные, особенно людей взрослых. Ну и, собственно говоря, даже прямой перевод слова, да, нехороший. Вот вы нехорошим были? Дело в том, что для нас панк-музыка и панк-образ жизни, и панк-стиль всегда был окрашен в краски более позитивные, чем те ассоциации, которые с этим жанром есть у большинства людей, которые не находятся внутри этой культуры. Вот. Для нас это всегда было быть позитивными на негативном фоне, для нас это всегда было быть яркими на сером фоне, и для нас это всегда было оставаться свободомыслящими, там, где люди предпочитают мышление стада. Я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь, 10 лет назад, 10-й класс. Каждый выходил в мир через собственную дверь, кто мог знать, что ждет снаружи нас. Поэтому мы никогда не были плохими, как бы, да, мы наоборот были хорошими всегда, в том смысле, что... То есть здоровый образ жизни? Это не... Нет, я боюсь, что, наверное, все-таки этим мы не могли похвалиться на первых парах-то, вот, наоборот. Вот. Вот. Но я имею в виду, что наше мышление было позитивным, наши песни были веселые, наше настроение было скорее прогрессивным, неже чем депрессивным. Вот кем мы были, вот кем мы остаемся. А все побочки, связанные с здоровым образом жизни и нездоровым образом жизни, с этим цветом волос или с этим, с количеством татуировок или с тем, как мы выглядим на сцене или в жизни, это все действительно побочки. Это все, это просто внешние проявления, которые, по большому счету, принципиальные значения не несут. Ну, людям кажется, что они несут, потому что, как бы, ну... Ну, человеческое существо так устроено. Мы все встречаем друг друга по одежке, как бы, да. Мы все судим о вещах, которых нам неизвестно, неизвестно, но мы хотели бы о них судить по тем стереотипам, которые до нас как-то вот донеслись случайно и стали жить в нашем сознании. Поэтому... Но, тем не менее, вы потихонечку-то ведь становитесь лучше, ну, так, если брать среднестатистические представления. Я лучше выглядеть начинаю, что ли? Ну, я имею в виду образ такой, да? То есть бросили курить, я права, спорт появился в жизни. Ну, есть немного, да. Но это сознательные какие-то перемены или просто взросление? Ну, как? Я просто хочу жить долго. И я не хочу болеть перед смертью. Вот и все. Это эгоистическое желание подольше оставаться бодрым, подольше оставаться убедительным на сцене, потому что нам приходится... Нам не то, что приходится, наша музыка, она такова, что мы активно двигаемся, и это вообще спорт, в принципе. Ну, я имею в виду наше сценическое выступление. Не сегодняшнее. Сегодня это будет наоборот. Вот вальяжное сидение в креслах на сцене. Солидные, господа. Да, да. Но обычно это легкая атлетика, по большому счету. Вот. Поэтому я, как бы сказать, я все это делаю просто для себя. Вот мне не охота, блин, больше курить. Я не хочу больше курить и не буду. Вот. Ну вот панк-вегетарианец, ну это вообще так интересно. Нет, вы знаете, это очень распространенно. Как раз-таки отказ от употребления алкоголя и наркотиков и возник, можно сказать, в панк-среде. И там же получили очень сильное распространение идеи гуманистического отношения к животным. Потому что если уж ты декларируешь своими песнями свободу и равенство для всех, почему мы забываем о животных, о наших братьях меньших? Вот. И естественно, что это очень быстро развилось в идее вегетарианства, даже веганства. Прям прежде, чем мы прервемся, коротко. Комфортно в этом состоянии? Нравится быть вегетарианцем? Очень комфортно, конечно. Дмитрий Спирин у нас в гостях. Не переключайтесь, мы обязательно продолжим. Лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин в гостях у программы «Проездом». Дмитрий, вообще, мне кажется, самый пошлый вопрос. Вообще вопрос «Мавитон», который можно задать любому исполнителю, представляющему тот или иной коллектив, это спросить о названии. Но все-таки я хочу спросить, знаете, в каком ключе? Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот мне кажется, такое название, оно многое определяет. Вот, по крайней мере, представьте вот эти плакаты в городе. «Тараканы в Рязани», «Тараканы в Минске». Вот как вы живете 25 лет с таким вот грузом названия? Плоховато, честно говоря. Плоховато. Мы живем эти 25 лет с очень четким осознанием, что будь мы 25 лет назад чуть более… Прозорливыми? Прозорливыми. Прозорливыми мы были уже тогда. У нас не хватало фантазии тогда. У нас не хватило фантазии, у нас не хватило где-то настойчивости для того, чтобы все-таки еще чуть-чуть подумать о названии, еще чуть-чуть настоять на каком-то другом, может быть. И в результате мы получили две родовые травмы, наш ансамбль получил. Это, во-первых, название, которое для очень многих людей в принципе неприятно звучит. Это слово «неприятно», оно означает «неприятные вещи». И изначально таким образом накладывается определенный отпечаток на музыкантов группы, потому что человек несведущий, он абсолютно справедливо, на мой взгляд, должен задать себе вопрос, кто эти люди, которые позволили своей группе так называться. Это первая наша родовая травма. Вторая наша родовая травма, собственно, тот самый панк-рок пресловутый, о котором мы уже говорили. Потому что, как и любая субкультура, этот самый жанр, он имеет тоже свой собственный свод правил, догм, каких-то тенденций, моды и так далее. И эти самые правила и догмы, они на нас, ребятах свободолюбивых, понявших идею панк-рок, как делай все, что хочешь, они на нас, в общем-то, сильно очень давят. В том смысле, что блюстители чистоты, так сказать, наших рядов, они то и дело... Выправляют, да? Ну, как бы, да, пытаются каким-то образом нас там критиковать, там, и так далее, и так далее, и так далее. И, с одной стороны, такой пресс существует, а с другой стороны, существуют, в общем-то, люди, их немало, которые, с одной стороны, в общем-то, российским роком интересуются, но знают, тараканы – это вот панк. А раз это панк, то это какая-то фигня, скорее всего. Это не для меня, это маргинальная история, это грязь, я на концерт не пойду, там меня убьют, или побьют. Вот, может быть, еще и поэтому нам так захотелось сделать вот этот вот концерт сегодняшний, вот эту программу концертную, снять ее на DVD, записать ее на аудио, для того, чтобы показать, вот, смотрите, это классные песни, это клевые мелодии, это хорошие, изысканные аранжировки, это отличные исполнители. А все остальное – это просто обрамление, да? Абсолютно верно, да, просто мы выбрали жанр, который подразумевает энергетику, как бы, сценическую, не только. Мы выбрали жанр, который подразумевает определенную звуковую эстетику, как бы, грязные гитары, напористый рок. Вот, и вот что мы делаем в обычном нашем мире. Поэтому, конечно, да, Евгения, так и есть. То есть название нам… А почему тараканы-то? Мы, будучи совсем еще подростками, грубо говоря, когда мы даже не выступили еще ни одного раза живьем, у нас было название «Кутузовский проспект». Мы все жили в Москве на улице, или рядом с улицей с таким названием, и решили, значит, вот по месту обитания выбрать название. И когда мы сочинили первые пять или шесть песен, среди них была песня «Переделка детской песенки» про четырех тараканов и сверчка. Мы пели песенку «Четыре таракана, четыре таракана, четыре таракана from the USSR». Как бы песня о нас, о классных российских, советских, на тот момент еще, о неких панках, которые летят завоевывать Америку, грубо говоря. В мирном смысле, естественно. Музыкально. Музыкально, да. Вот, которые поселились где-то там в американском подполе, и их оттуда что-то невозможно вытравить. Это было в 1991 году. И когда мы попытались сделать первые какие-то шаги относительно того, чтобы продвинуть свою музыку, продвинуть свою группу, у нас возникла возможность такая, заявиться вот на один из фестивалей андеграундной рок-музыки, которые на тот момент в Москве устраивались, организовывались. И когда мы принесли нашу демокассету в оргкомитет этого фестиваля, они послушали, им очень понравилось, они захотели нас взять на свое мероприятие, но они настойчиво порекомендовали нам от названия «Кутузовский проспект» отказаться. Почему? Потому что им, как людям, сведущим в андеграундном шоу-бизнесе на тот момент, в кавычках, конечно, бывшим комсомольским сотрудникам, показалось, что название «Кутузовский проспект» «Оно слишком скучное, сухое и вообще не соответствует нашему подростковому имиджу русских секс-пистолс». И поэтому они нам порекомендовали выбрать какое-то другое название и сказали даже, а вот у вас есть суперпесня, отличный припев запоминающийся, почему вам не назваться «Четыре таракана»?» И пока мы отвергли это предложение сходу, и мы начали думать о том, как бы нам назваться, а тот самый фестиваль вот-вот должен был начать анонсироваться. И мы так и ничего не придумали классного. Ну, в общем, можно сказать, что упустили момент, когда им нужно было уже печатать афиши, и на афишах мы были указаны как «Четыре таракана». И с тех пор пошло-поехало. А может быть и неплохо? Может быть. Судьба? Может быть, может быть. Я даже не знаю. Но обычно у каких-то вот таких вот моментов, про которые говорят, ну, это, наверное, судьба, у них есть как вот, обычно подразумевают, что есть какой-то негативный, казалось бы, с первого взгляда, фактор, но должно обязательно в будущем обернуться как-то классно, да? Пока вот этого классного что-то не наступило. Ну как же, звездой стали. Ну, может быть, это случилось бы намного раньше, если бы мы назывались бы как-нибудь классно. Они так любят обсудить, как бы все взять и поделить, и сообща определить. Границы кетто! Закрыть ворота для чужих, но кто они, чтоб слушать их, то они все, чтоб слушать их. Кто они? Чтобы лишить тебя, кто они? Чтобы лишить тебя, кто они? Как они, могут знать, кто ты, кто они? Чтобы знать, кто ты, кто они? Вы знаете, вы все-таки верность тараканам все это время не хранили, были какие-то проекты, да, сейчас есть. Если я буду спрашивать о них всех, мы не уместимся в рамки программы, поэтому я спрошу о пивоварении, откуда это появилось, потому что меня это удивило очень, даже больше, чем магазин виниловых пластинок. Тут как-то еще можно, да, проследить причину следственной связи. Пивоварение, откуда оно? Я так понимаю, вы профессионально этим занимаетесь? Нет, я этим занимаюсь на любительском уровне, на самом деле. Но, тем не менее, даже не одна пивоваринка-то. Нет, пивоваринка как таковой нет, в том смысле, что у меня нет, не знаю, здания, в котором стояло бы оборудование, куда бы я ходил, это было бы моим. Мы занимаемся так называемым фантомным пивоварением, по-другому, оно еще называется крафтовое пивоварение. Это означает, что я, моя супруга, а также еще несколько наших друзей-приятелей, один из которых проживает в Рязани, его зовут Иван Ватяков. Мы берем в аренду не промышленные пивоварни, но, по крайней мере, достаточно крупные для того, чтобы сварить сразу объем, скажем, в 500 или 1000 литров. Сами формируем рецепты, сами закупаем ингредиенты и варим там это самое пиво. Обычно это делают люди, которые просто устали от вкуса массового пива. Это гастрономическое, да, какое-то пристрастие, поиск каких-то новых ощущений. Так и есть, да. Очень сильно захотел сам научиться это делать. Стал ходить на предприятия, на экскурсии, мастер-классы, читать литературу, штудировать интернет и так далее на эту тему. Но свой профессиональный рост фиксируете сами? Ну, есть немного. Ну, конечно. Друзьям нравятся? Только друзьям. Мы, в общем, уже вышли на небольшой коммерческий уровень, на самом деле. То есть там кое-что происходит уже в плане того, что не только друзья ходят наши пивы пить. С чего я вдруг взяла, что вы все-таки серьезно занимаетесь пивоварением? Потому что я прочитала, опять же, в открытых источниках, что есть маленькая пивоварня в Москве и маленькая в Будапеште. Меня заинтересовал больше всего Будапешт. Как он в вашей жизни появился? Да, имеется в виду домашняя 50-литровая установка, которая позволяет, ну, грубо говоря, создавать и корректировать рецепты. Ну, конечно, 50 литров – это тоже неплохой объем. Можно позвать там 20 человек гостей и все это за вечер выпьют. Но жить с этого невозможно. Это, в общем, понятно, что это объем ученический. И вот что за пивоварня имела в виду. Это две кастрюли, на самом деле. А Будапешт? Ну, мне нравится Венгрия, мне нравится Будапешт. И я стараюсь находиться там как можно больше, как можно длительными периодами в России. Но любая страна в жизни появляется не случайно. К ней как-то приходят. То есть вы как-то первый раз туда поехали. Я как-то первый раз туда поехал. Хорошо. И что там произошло? Там мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я до этого бывал тоже в Европе и в Западной, и в Восточной. И когда я попал в Будапешт, я понял, что для меня это просто квинтэссенция всего того, что мне нравится, что я люблю в Европе. Это еще пока что Восточная Европа. То есть, в принципе, можно плюнуть на асфальт и катастрофы не случится. Как это произошло бы в Цюрихе, к примеру. Ну, я имею в виду катастрофу, конечно, в кавычках, но тем не менее. Ментальность поближе к нам, нежели чем... С одной стороны, то есть там все ясно, понятно, люди близкие по... по своему настроению, дешево, что немаловажно. Это как бы достаточно такой аспект принципиальный. При этом это очень-очень-очень красиво. Это... Ну, это Париж, как бы, да? Это Париж в восточноевропейском исполнении. Мосты, река, гора, парламент, дворец, кварталы. Из вашей квартиры это все видно? Из нашей нет. Но это все видно, если из нашей квартиры выйти и 10 минут прогуляться пешочком. И все это уже... Вот оно. И давно вы там обитаете? Годик. А-а-а. Мы уже успели привыкнуть настолько, чтобы со всеми перебираться. Или успокойте российских фанатов, что все-таки здесь вы тоже будете бывать? А российские фанаты вообще не должны беспокоиться на эту тему. Вот. Просто потому, что, слава богу, Будапешт не Австралия, и нет никакой проблемы с тем, чтобы сесть в самолет и через два часа уже выходить из него на российской земле и быстро-быстро ехать в Рязань, для того, чтобы выступать в клубе планетарий, как это происходит в последние 18 лет. 17, извините. Вот. Так что я, конечно, не хочу в такой хорошей атмосфере, которая сейчас у нас сложилась в рамках этого эфира, сгущать краски и портить атмосферу чем-то мрачным. Вот. Поэтому хочу сказать, что сейчас разницы нет, где, допустим, грубо говоря, живет человек, который играет в московской группе в Петербурге, он живет в Минске или Будапеште. Лететь примерно одинаково время. И последний вопрос. Я как-то прочитала о вас. Видите, я все время цитирую. Пишут, люди пишут, что-то пишут. Но мне очень понравилось. Я прочитала цитату вашу, это ваши слова, и они мне очень понравились. Сейчас узнаем, может кто-то придумал цитату и приписывал. Да, что я необычный диджей, я играю музыку, как если бы я был редактором радиостанции «Своей мечты». Да, так и есть, да. Вот если бы сегодня были вы редактором радиостанции «Своей мечты», вот сейчас какая музыка у вас играет? У меня она всегда одна и та же. Я как бы особо музыкальных кусок не меняю. Примерно лет с 18, наверное, появляются. Просто новые музыкальные группы, музыка которых мне нравится тоже, и песни которых можно было, этот программный директор мог бы взять в эфир этой своей выдуманной радиостанции. Но если прийти на любое выступление диджей Спирина, то сразу все станет понятно. Я играю весь спектр рок-музыки от 50-х до, наверное, начала 2000-х. Просто уже, наверное, все то, что в роке происходило в 2010-х, не так близко мне. Но это, грубо говоря, от Элвиса до Нирваны, от Джерри Ли Льюиса до Офф Спринг, от Битлз до Металлики и так далее. Все, что посередине. Ну, в общем, мы поняли, что сегодня должны вечером слушать. Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Приезжайте в Рязань и заглядывайте к нам. Будем стараться. Всего доброго. Программа проездом завершилась. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова